Жители Великовисочного обеспокоены ситуацией, которая сложилась с речными пассажирскими перевозками. Напомню, этим летом тихоходные теплоходы «Пустозерск», «Юрий Россихин» и «Есавей» эксплуатироваться не будут. Вместо них между населенными пунктами Нижнепечорья будут курсировать моторные катера. Этот факт и вызывает обеспокоенность жителей. По их мнению, выехать в другие села и центр региона этим летом будет проблематично. Опасения висчан на планерке при губернаторе высказала глава муниципалитета Татьяна Жданова. Речные трамвайчики, любимые жителями всего Нижнепечорья, в этом сезоне не выйдут в рейс. Суда 1994 года выпуска нуждаются в капитальном ремонте, денег на который нет ни в районном, ни в окружном бюджете. Выход только один – заменить теплоходы на три моторных катера ЗР-1 и ЗР-2. Этот вариант, по мнению жителей, не удовлетворит большой спрос на услуги речного транспорта. В метрах в секунду не выходят из морского порта, и 11 человек загрузка, они не справятся с потоком. Напомню, в прошлую летнюю навигацию перевозка между Наринмаром и 11 окружными селами была организована пассажирскими теплоходами Юрий Россихин и Пустозерский двумя моторными катерами. За сезон услугами Северной транспортной компании воспользовались более 14 тысяч человек. Навигация на судоходных водоемах для маломерных судов в большинстве муниципалитетов Ниницкого округа длится до октября включительно. Как пройдет сезон пассажирских перевозок этим летом, покажет время. Но у администрации Заполярного района на этот счет более оптимистичный прогноз. Вчера у меня была встреча с депутатами Заполярного района. Алексей Леонидович здесь, в зале или не в зале. Мы обсуждали в том числе этот вопрос. Меня руководство района заверило, что никаких проблем не будет. Транспорта достаточно. Есть на постраховке подушка еще, если не ошибаюсь. Подушка пока в ремонте. Это компетенция непосредственно Заполярного района. Поэтому, слушайте, этот вопрос я надеюсь, что они все-таки решат. Но у меня к вам просьба. Мы-то давайте как навигация, как пойдет. Если будут жалобы людей, что кто-то там не поместился в лодку, либо чего-то не хватило, мы тогда будем оперативно реагировать. Еще один повод для беспокойства, но уже от жителей Красного, высказал глава Времорско-Куйского сельсовета Виктор Таратин. В Наринмарском городском суде сегодня рассматривалось исковое заявление прокуратуры округа к школе поселка Красное. В исковом заявлении прокуратура требует закрыть одно из трех зданий школы, а также обеспечивает требования законодательства в отношении остальных двух. Насколько я понимаю, требовать исполнить невозможно. Поэтому я бы хотел попросить вас поручить, наверное, департаменту соответствующему, создать рабочую группу, чтобы 24 первоклассника и 203 ученика понимали, куда они пойдут 1 сентября. Планировалось, что 1 сентября этого года ученики поселка Красное пойдут, наконец, в новую школу, которую должны были сдать еще в сентябре 2014 года. Однако подрядчик компания «Лерос» снова подвела, а субподрядчик и вовсе отказался от работы и покинул объект. «Давайте дорожную карту, Олег Евгеньевич. Вы третий год не можете сдать. Не можете, не хотите, не умеете. Мы доводим до точки кипения населения. Кто-то понес за это наказание. Я просил на прошлой планерке мне предоставить информацию. Я этой информации пока не получил». В отличие от школы в Красном, на школьном объекте Виндиге идет работа. Уже неделю там трудятся специалисты из Иваново, сообщил глава муниципалитета Олег Давыдов. Согласно условиям контракта, они должны выполнить обследование конструкции, провести изыскание, разработать проектную документацию. Напомню, школьный долгострой Виндиге в марте этого года было решено перепроектировать под школу-сад. Глава региона Игорь Кошин попросил главу Тиманского сельсовета почаще заходить на объект и контролировать физическое исполнение изыскательских работ, особенно обследование грунта. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.